Добро пожаловаться! Вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да, и два входа в них. Обстоятельные ответы. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... Некоммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко. Вопрос у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги... У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе «Добро пожаловаться». Вот таков наш закон. Добрый день, дорогие слушатели. Начинается программа «Добро пожаловаться». Председатель правления товарищества центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко с нами на связи. Также заместитель председателя ассоциации управляющих Латвии Эрвин Страупе и Айварс Гонтарев, бывший руководитель Лига Снаму Парвалдникс. Всем доброго дня. И я хотел еще помнить, что у нас работают телефоны прямого эфира. Можно звонить 6-7-212-93-9, 6-7-203-13-93-9. Все верно. И писать нам можно еще на WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. У нас остались, помнится, с прошлого раза еще вопросы, которые мы не успели озвучить. Они приходили как раз-таки вот нам на WhatsApp. И, в частности, был один вопрос, связанный с тем, что на балконе, вот в подъезде, там то ли балкон, то ли окно открытое, в которое выходят покурить, я понимаю, как жильцы одной квартиры. И это очень не нравится жильцам других квартир, потому что это дым табачный, то ли этот дым заносит в другие окна, то ли просто на лестничной клетке очень сильно накурено, надымлено. Вот спрашивали жильцы, что можно сделать, можно ли повлиять, можно ли запретить курение на общественного пользования. Ну, насколько мне помнится, вопрос состоял из того, можно ли потребовать от дома управления закрыть балкон наглухо и как воздействовать. Ну, закрыть балкон наглухо, наверное, можно, но будет ли толк от этого, это один вопрос. Второй вопрос, нормативной базой запрещено курить, или вообще в помещениях общего пользования. Балкон относится к ним же, поэтому на самом деле не надо стесняться того, что полиция не успевает приехать, надо писать письменное обращение в полицию, причем желательно, чтобы подписалось несколько свидетелей, тогда человеку будут применяться меры административного воздействия. С этим можно бороться и нужно, можно бороться за явлениями, подавая их в соответствующей форме и привлекая свидетелей к этому делу. Я бы хотел отметить, что не все балконы можно наглухо закрывать, но, например, 104 серия, через балкон мы выходим на пожарную лестницу, так что не все балконы возможно закрыть. Так что, по-любому, если это возможно фиксация, плюс, как Сергей говорил, насчет свидетелей, обращаться в полицию, это полагает себе законодательство. Если по поводу свидетелей, например, нет возможности кого-то позвать из других, или, например, человек не знает больше никого из соседей, если он, например, на мобильный телефон снимет, это может быть доказательством того, что… Он может снять на мобильный телефон, если я правильно помню, у нас в Риге есть типа канал муниципальной полиции, где можно даже электронным образом присылать какие-то правонарушения. Так, тут спрашивают, пришел такой вопрос, я напоминаю, что можно и звонить, 67212-9399, 67213-9399, телефон работает, но у нас человек написал вопрос, где можно зарегистрировать БЕДРИБУ. Ну вот, может быть, не для всех сам процесс вообще понятен, как это делается, что… Сам процесс очень простой. БЕДРИБУ такой же, как и любая общественная организация. По моему опыту, что я всегда советую, БЕДРИБУ нужно создавать как минимальное количество два человека, и тогда они создают БЕДРИБУ, и после этого остальные в БЕДРИБУ вступают. Это чисто технически легче, чем делать все это, вот скажем, дом состоит из 100 квартир, 100 человек набрать, чтобы 100 человек подписали вступительные все документы и так далее, это сложно. Легче всего из двух человек создать БЕДРИБУ, поставить правление, подать документы узняемому регистеру. Сейчас это можно подавать или электронно, или через почту. Если я правильно понял, что с 1 января нету больше этой, ну там это оплата насчет Латвии СВС, если что-то там снято, и больше платить не надо, и все эти документы нужно подать там в течение недели, в 10 дней там все документы, если они правильно сделаны, их можно получить обратно, уже регистрированную БЕДРИБУ. И тогда уже приглашать всех своих, ну, совладельцев конкретного дома вступать в эту БЕДРИБУ и принимать уже дальше решение. Это самый простой рабочий вариант, который уже не один и даже не 10 раз действовал. Ну, я советовал, это работало. А где найти, например, вот эти образцы, параоги документов, которые нужно правильно заполнить, и нужна ли здесь какая-то помощь консультации юриста, или простой человек тоже может разобраться? В принципе, можно, но если очень нужно, пишите на erlins.straup.gmail.com, я вам пришлю пример. А, ну, вот мы надеемся. Или просят, спрашивают через редакцию, радио, и мы поможем. Что дает БЕДРИБУ, например, вот какие преимущества сразу появляются? Ну, БЕДРИБУ – это управленческая структура совладельцев, которой, если принять соответствующие решения всем домом, через БЕДРИБУ легче управлять домом. Конечно, есть варианты, что БЕДРИБУ может принять управление домом и на себя. Такие примеры есть очень много, они довольно часто случаются. Но в то же время, чаще все-таки, когда БЕДРИБУ принимает на себя, просто снимается с балансерического дома, это один из вариантов. И БЕДРИБУ управляет уже, сотрудничает с управляющей компанией, в том числе, с тем же самым РНП. Я бы немножко уточнил, все-таки надо разделить процесс управления и процесс обслуживания. Обычно мы его понимаем как одно единое целое. На самом деле БЕДРИБУ и нужна для того, чтобы управлять, то есть принимать решения. Одно из самых главных решений, которые принимают собственники квартир, это решение об управляющей компании. Обычно это принимается очень тяжело. БЕДРИБУ, создание БЕДРИБУ несколько упрощает процесс принятия решений. И потом последующая коммуникация между собственниками, которые общаются с БЕДРИБУ, и между управляющей компанией, где общение происходит через БЕДРИБУ. В этом плане это упрощение. Есть еще второй момент, когда БЕДРИБУ без нее не обойтись, это тот случай, когда вы берете кредит или участвуете в крупных процессах, которые финансируются извне. В этом случае БЕДРИБУ нужна как финансовый инструмент, который будет держателем счета, на котором будут проходить эти операции. Очень тут такой коварный нам вопрос поступил. А может ли быть в доме две БЕДРИБУ и больше? Ну, представим себе, что, например, жильцы как-то... БЕДРИБ может быть, вот по парам все варианты разложить, и столько может быть БЕДРИБУ. Но БЕДРИБУ, управлять домом будет та БЕДРИБУ, которая получит большинство голосов жителей. То есть, где 51% от общего количества собственников кровати проголосуют, что именно эта БЕДРИБУ будет представлять их интересы, и именно эта БЕДРИБУ будет заключать договоры от их имени. Здесь важно не количество БЕДРИБУ, здесь важно, кто получил полномочия. Почему мы им и призываем упрощенно создавать БЕДРИБУ? Потому что сам факт создания БЕДРИБУ еще ни о чем не говорит. Главное – получить потом решением собственников квартеп право на представление интересов этих собственников, либо право на управление. Тут пришли еще вопросы, которые касаются конкретно как раз-таки БЕДРИБЫ. Сейчас, секундочку, придется мне, наверное, попробовать открыть, потому что не так быстро. Как открыть расчетный счет для БЕДРИБЫ, и как договориться с управляющей компанией, если она не захочет сотрудничать, спрашивают нас? – Зачем сотрудничать с тем, кто с тобой не хочет сотрудничать? У меня такой вопрос. Зачем? Если в процессе переговоров выясняется, что потенциальная управляющая компания или действующая управляющая компания чего-то не хочет делать, ну, возьмите другую компанию. Зачем сотрудничать, пытаться насиловать тех, кто с вами не хочет работать? – Расчетный счет очень просто. В тот момент, как вы получаете документы из Узняемому регистерс, там конкретно указано правление. Это люди, которые идут потом или один, или два, или три, как там принято по уставу, они идут в любое кредитное учреждение, в любой банк и открывают там счет, заполняя, конечно, на данном этапе то, что у нас с банками они заполняют кучу всяких документов, что когда-то было намного проще, но они получают расчетный счет, интернет-банк и все остальное. – То есть получается, что это, скорее всего, будут самые такие инициативные люди в доме, ну, а те, кто, скажем, привык, ну, у кого нет времени или у кого нет желания там заниматься текущими делами, они могут просто присоединиться по худо-делу к этой бедре. – Конечно, да. – 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9, если у вас есть вопросы к нашим собеседникам, а я напомню, что это председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартиры, председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко, это заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии Эрвин Страупе, и это Айварс Гонтарев, бывший руководитель Ригаснаму Парвалникс. – Пока мы ждем, я хотел добавить, я посмотрел, пока мы тут говорили, Ригас Паша Валдейбос Полицы, и в Google Play, и в App Store есть аппликация Ригас Паша Валдейбос Полицы, и там есть и Зиньот Парпарка, и снять видео или фотографию, отсылается все сразу, так что это очень удобно. – Еще я хотел сказать, что в прошлой передаче был один вопрос от одного радиослушателя по WhatsApp, о том, почему нет единого образца договора обслуживания, который нельзя менять. Был такой вопрос. На самом деле договор принимается, текст договора утверждается на собрании собственников квартиры, после этого его менять нельзя без решения собрания собственников. Тексты, как правило, типовые, но не до конца. Есть масса нюансов, которые необходимо говорить в договоре, которые являются индивидуальными признаками договора, допустим, особенности отношения с управляющей компанией, особенности отчета, особенности или алгоритмы распределения счета поставщика между собственниками квартиры, штрафные санкции и еще ряд определенных действий, полномочия. Эти вещи нужно обсуждать в каждом договоре индивидуально, поэтому единого текста нету и быть не может, потому что вариантов достаточно много, но есть типовые тексты, ну, по базовым пунктам, они, их можно найти в интернете. Пришел еще вопрос от наших слушателей, как поменять руководство Бедрибы, если оно не оправдало доверия? В каждом уставе расписаны все условия, как принимаются решения, в том числе и меняется правление. Но, конечно, нужно понимать, очень часто случаются ситуации, скажем, в стоквартирном доме, нужно принять решение поменять правление, и, во-первых, не всегда все приходят на собрание, во-вторых, не все готовы поменять это правление. Очень часто случается, что там 10 квартир или 15 квартир из 100 хотят что-то поменять, остальные нет, тогда это уже не получится, тогда конфликтная ситуация. Я бы добавил еще, что нужно, когда создаете устав Бедрибы, там почитать немножко закон о кооперативных обществах, с тем, чтобы оттуда взять порядок созыва внеочередного собрания, там в законе Бедрибы там сказано собирать собрание, здесь именно внеочередное, каким образом можно собрать, если в уставе это предусмотреть, то меньшинство может потребовать созыва собрания с любой повесткой дня. Этот опыт надо переносить, или эту процедуру надо переносить в устав Бедрибы, это первое. Второе, переизбрание очень простой процесс, собирается собрание, объявляется повестка дня, и большинством голосов принимается решение. Чаще всего проблема не в том, что невозможно собрать это собрание, проблема в том, что очень часто попытка переизбрать правление является каким-то результатом внутреннего конфликта, где нету большинства на одной из сторон, и поэтому ничего не удается сделать, и люди раздражаются. Ну, то есть, получается, чтобы собрать собрание необходимо большинство жителей дома, ну, я имею в виду собственников квартир, или может собрание собрать и меньшинство? Член созвать собрание может либо правление обычно, либо, если эта процедура оговорена, потребование определенного количества собственных членов Бедрибы, подчеркнем, не собственников квартир, а членов Бедрибы, потому что это внутреннее дело Бедрибы, и эту процедуру нужно предусмотреть, каким образом? Если вы ничего не предусмотрели, то, конечно, может создаться ситуация, я недоволен правлением, правление не собирает собрание, ну, и по кругу ходим, значит, надо предусматривать какие-то механизмы, самый такой нормальный механизм прописан в законе о кооперативных обществах. Но может ли сложиться такая ситуация, когда эти недовольные, скажем, несколько собственников квартир членов Бедрибы, выходят из Бедрибы и создают свою Бедрибу, и тогда получается, что в доме две Бедрибы? Может быть, но опять-таки вопрос о полномочиях. Кому собственники квартир отдадут полномочия? Мало создать, как Эрвин справедливо сказал, любые два гражданина или не гражданина жителей Латвии могут создать Бедрибу. Но это ни о чем не говорит, пока у них нет полномочий. спрашивают, как в период ковида собирать вот такого рода собрания? и вот это действительно проблема. Я отвечу так, собрания собирать, наверное, не надо. Не знаю, как будут выкручиваться товарищи члены Бедрибы. Вообще-то было в первом варианте, когда были первые карантины были предусмотрены, то, по крайней мере, в отношении кооперативных товариществ, кабинет министров в законе об чрезвычайной ситуации предусмотрел порядок следующий, что можно собирать собрания без явки. Такая процедура также частично предусмотрена в законе о кооперативных обществах, то есть объявляется собрание в соответствии с законом, со всем как положено, объявляется повестка дня, членов товарищества доводится вся необходимая информация, а после этого им предлагается высказать по предложенным вопросам свое мнение письменно, письменно проголосовать. Это не совсем то, что есть еще процедура письменного голосования вообще, письменного принятия решения, но тут это отличие в том, что собрание объявляется, и поэтому на этом собрании решение принимается большинством голосов, проголосовавших. в этом принципиальное отличие от принятия письменного решения письменным способом, когда принимается решение о том, что давайте разошлем анкеты, получим и принимем решение. В случае, если запускается процедура письменного решения, то тогда без собрания собрания, тогда необходимо все, кто не ответил на анкету, проголосовали и против. А здесь такой микс механизм, он специальный и в принципе про ковид он работает довольно неплохо, потому что каждый требуя собрания должен оценить риски и соответственно считаться с тем, что мы должны создать необходимые гигиенические условия, что в условиях риги очень сложно сделать. Поэтому самое оптимальное это объявить нормальное полноценное собрание, дать возможность людям, кто очень хочет прийти и прийти, ну а большинству дать возможность разумно письменно проголосовать. Вряд ли есть такие вопросы, которые требуют личного присутствия. Ну вот, кстати, про личное присутствие это тоже наш слушатель высказывался, он прислал такое на WhatsApp сообщение, что говорит, обычно люди, эти собрания проводятся после работы, люди приходят усталые, они торопятся домой, как правило, это толпа, и этой толпой очень легко манипулировать. вот всегда ли действительно можно принять какое-то взвешенное, разумное решение, если в большинстве своем люди спешат разойтись и не хотят может быть даже вникать в какие-то, то есть нет ли здесь опасности, что может какой-нибудь манипулятор, человек, который может более агрессивно будет проталкивать какие-то непопулярные решения, что он может собрать большинство? все возможно, но если можно, я отвечу так, я с 96-го года каждый год собираю два собрания кооператива и раз в три года 27 собраний домов. Вот можете посчитать с периодичностью, сколько у меня было проведено собраний, к сожалению, ни одно собрание не было проведено, по мнению большинства, вовремя. Независимо от того, утром, вечером, ночью, в субботу, в воскресенье, после дождика или до дождика, каждый раз я слышал одно и то же, не вовремя. Если бы было послезавтра или позавчера, то людей пришло бы больше. Поэтому очень трудно манипулирование, ну, я не знаю, обычно это вопросы относятся к конфликтной ситуации, их очень трудно обсуждать. Кто прав, кто виноват, надо смотреть в конкретном случае. Еще раз напоминаю нашим слушателям, что вы можете звонить тоже 67212-93-9, 67213-93-9, задавать вопросы. И сегодня председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко с нами на прямой связи, Эрвин Страупе, зампредседателя управляющих Латвии, ассоциации управляющих Латвии, и Айварс Гонтарев, бывший руководитель Ригас Наму Парвалник. Все вопросы, которые касаются коммунального хозяйства, и Гастаму Парвалник, может быть, еще каких-то вещей, вы можете задать эти вопросы и получить на них квалифицированные ответы. Что-то было, вот я не помню, из еще вопросов прошлой передачи, по-моему, что-то еще оставалось там по поводу повышения цен на коммунальные услуги. Спрашивали, вот, ну, дескать, что все дорожает, почему дорожает, насколько впереди вот есть какой-то ли просвет, почему так происходит. Такие были недовольные такие подпослания. В принципе, Сергей уже в основном ответил, у нас там оборвалось под самый конец, но Сергей ответил насчет того, что то, что есть регулируемые все поставки, это уже регулируется непосредственно без участия обслуживающей компании, так что она на нее ни на тепло, ни на электричество, воду, канализацию, на мусор, она повлиять не может, а остальное уже все решается в принципе жильцами, потому что если они могут найти кого-то подешевле, они могут менять компанию, или кого-то получше, подороже, опять же могут менять компанию, но это самая маленькая часть в коммунальном счете, самая большая это все-таки коммунальные поставки, на которые обслуживающая компания повлиять не может. Я бы дополнил немножко по-другому, что на самом деле мы можем влиять на многие вещи, мы не можем влиять на тарифы, это государственное регулирование, но на объемы потребления, этих услуг, мы можем влиять очень активно, мы можем влиять за счет внедрения энергоэффективности, это раз, мы можем влиять за счет большей активности, я приведу пример по мусору, несмотря на то, что мусор у нас вздорожал после вот этой всей реформы на 30%, общий платеж сократился на 15%, по сравнению с предыдущим, потому что люди начали очень активно сортировать мусор, и это уже чувствуется, потому что кто-то недоволен большим объемом сортировки, начинается сокращение контейнеров для сортировки, по своему микрорайону, я это ощущаю, дальше мы можем за счет вложений в здание сокращать периодичность, увеличивать периодичность ремонтов, продлевать срок службы коммуникации, сокращать аварийные расходы, то есть влиять мы можем, на самом деле я наблюдаю другую тенденцию, там где дешевое обслуживание, там дорогие коммунальные платежи, и где обслуживание получше, более взвешено стоимость обслуживания, там очень много реализуется инженерных мероприятий, которые позволяют сократить стоимость, вообще общую стоимость содержания жилья, мы очень часто совершаем ошибку, глядя в одну позицию, а не глядя в комплексы на весь счет. Ну и вы, кстати, говоря про деньги, спрашивает наш слушатель, куда уходят средства, оставшиеся после ремонта дома, ну он говорит, имеется ввиду отчетный год. Переходят на следующий год, если они остались, эти деньги никуда не исчезают, здесь нет такого, как в бюджете, когда там что-то не использовали, это куда-то вообще исчезает, нет, ничего не исчезает, есть накопительный счет дома, есть резервы дома, все, что израсходовано, израсходовано, что не израсходовано, накапливается, так должно быть, я не знаю, есть ли где-то по-другому. Еще вот один был вопрос, просили слушателей объяснить разницу между реновацией дома и просто утеплением дома, потому что, ну вот слушательница говорит, что там считается ли реновированием дома, если просто утепляется одна из там стен, например, дома? Я бы ответил на это так, любые работы, которые идут на улучшение состояния конструкции, либо на восстановление ее работоспособности, являются реновацией, то есть любое либо улучшение, либо частичное восстановление срока службы этой конструкции, это является реновацией. мы часто путаем ту программу, которую финансирует ЕС и называем только эти работы реновацией, это комплексное восстановление здания, по требованиям ЕС там должны быть достигнуты достаточно высокие показатели по энергоэффективности, поэтому там осуществляется целый комплекс мероприятий, хотите получить деньги Европейского Союза, делайте комплексное восстановление здания, нет, за свой счет, значит, реновируйте по частям, по кусочкам. Любые работы, вот по определению, которые было для слова виновация, сейчас это вместо этого политически это отъемношено, по-моему, но неважно, значит, по сути дела эти работы, они характеризуются так, либо восстановление работоспособности, то есть капитальный ремонт, либо улучшение конструкции, это любые частичные или полные работы, ведущие к этому эффекту, это виновация. Но вот слушатели уточняют по поводу средств, оставшихся после ремонта дома, насчет дома или в кооператив уходят эти деньги, вот он хотел бы уточнить. Вообще в кооперативе накопительный фонд дома не является деньгами кооператива, здесь никакой разницы между домоуправлением и кооперативом нету, поэтому за каждым домом, по крайней мере, у нас закреплен лицевой счет, на этом лицевом счету учитываются все средства дома, и соответственно неиспользованные средства, они учитываются за домом, это не в кооператив, кооператив здесь ни при чем. Кооператив может накапливать те деньги, которые он получает в качестве прибыли. Наверное, можно дополнить, что деньги по накоплению для восстановления дома, они в любом случае, вне зависимости от формы, это Бедриба управляет кооператив, домоправ, РНП, они по закону как незатрагиваемые деньги, так называемые, и там ведется отдельный учет, и всегда меняя что-то, нужно предоставлять все, скажем так, отчеты об этих деньгах, и если есть решение о том, что перечислять жильцов эти деньги куда-то за какой-то ремонт, или же Бедрибу саму, тогда это решение должно быть исполнено. Ну вот тут спрашивает слушатель, тоже он там запутался во всех этих, он говорит, что если утепление дома и любые ремонтные работы это реновирование, то где же, получается, что мы каждый месяц, перечисляя деньги, мы практически перечисляем их на реновацию, то есть, где эта граница между все-таки проектами, которые поддерживают, ну, куда финансируются деньги ЕС, и просто какие-то косметические ремонты дома? Ну, давайте говорить так, деньги ЕС и граница очень простая, вы пишете программу, заявку на деньги ЕС, и тогда действуете по тем требованиям, которые выдвигает организация, представляющая деньги Европейского Союза. Это отдельная программа, она четко прописана, там очень большое количество требований, надо удовлетворить, и там нету проблемы эти работы отделить. Если мы говорим о простых ремонтах, да, ремонтные работы ведутся, либо как неотложные, когда просто затыкается дырка в аварии, либо ремонтные работы ведутся по решению собрания собственника в квартире. Вот и все. Но, как правило, скажем так, если течет крыша, или там текут водостоки, или сломался тепло, лопнул теплообменник в подвале, то обычно такие работы домоуправления обязаны произвести сразу и немедленно, и потом представить счет жильцам и проинформировать их о случившейся ситуации. Если же планируется ремонт крыши, плановые работы, какие-то ремонт крыши, ремонт, не знаю, замена окон, то сначала выносится вопрос на решение собственников, собственники принимают решение, и тогда эти работы производятся. По-другому не бывает. Тут пришел такой гневный, ну, я не знаю, большое достаточно такое, большое сообщение, почему Рижская Дома не хочет сама заняться осмотром и ремонтом домов, за что они получают деньги. Старший Дома должен работать бесплатно, постоянно пинать управляющую компанию, бороться с ветряными мельницами, потому что цель управляющей компании собрать деньги и не ремонтировать то, что стоит недорого, невидно и медленно разрушается, имеется ввиду крыши и подвалы. Какие права у старшего по дому, для чего его избирают? тут куча вопросов. Ну, с чего начать? Рижская Дома сама по себе ничего такого не делала, не делает и не будет делать, потому что функции самого самоуправления совершенно другие по закону. Тут может идти вопрос, наверное, радиослушатель думает, почему это делает или не делает РНП, ну, тут, наверное, Айвар может ближе ответить, но нужно сказать, что у нас пять минут осталось, так что отвечаем быстро или оставляем часть на следующий раз? Ну, по РНП очень коротко тогда. РНП же, когда создавалась и сама суть управления домами же была прописана уже в 96-м году в законе о приватизации, что после того, что тогда Рижская Дума приняла решение о плановой приватизации, жильцы должны собраться и перенять дом на себя. Из этой точки зрения, которая была поставлена в законе уже в 90-е годы, РНП являлась временным управляющим. Ожидать от временного управляющего о том, что он будет забыться полноцен о вашем доме и будет думать за вас и будет за вас вкладывать какие-то деньги, ну, это, наверное, неправильно. И по закону сейчас уже четко ясно тоже расписано, что владелец квартиры отвечает за свою квартиру и отвечает также и за домами, частью дома. И у жильцов делегировано это право выбирать, принимать всякого рода решения. Если мы возвращаемся в начало передачи про бедрибы, тогда, как Сергей сказал, бедрибы это лишь один из вариантов принятия решений. Тогда жильцы, все владельцы квартиры, они могут избрать свои среды тех, кто дальше будет принимать эти решения. Также это вариант контроля. И вот дальше уже принимать те решения, которые необходимы для восстановления дома, в каком объеме, какие деньги будут про обслуживание, в каком объеме будете копить и так далее. Но это не вопрос самоправления. Самоправление может организовать, приглашать компаний, чтобы они работали на их территории. Но функции самоправления, если мы смотрим закон, который определяет, чем должна заниматься самоправление, чем нет, как дом управления, такая функция не прописана. Прописана, обеспеченная коммунальными услугами, это да, но это создание неких структур, которые это обеспечивают. Так что здесь, наверное, нужно четко понять, что является ответственностью самоправления, что является ответственностью владельцев квартир, и что является ответственностью управляющей компании, они разные. У нас есть звонок, но, наверное, мы примем вопрос, ответим на него уже в следующей программе. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Два вопроса. Для чего существует монстр РНП, чтобы им руководили какие-то бедрибы? И второй вопрос, почему до сих пор, куда бы я ни звонила, носим маски ликели один? Как не делали дезинфекцию по отъезду, так и не делают. Советы носите маски, носите перчатки, носим. А не надо ли это делать по указанию хотя бы нового министра, как указание, как военное время? Спасибо, я вас всех уважаю. Спасибо. Дезинфекция. Да, ну вот вопросы, наверное, я не знаю, успеем ли мы у нас две минуты буквально осталось. Насчет мозга РНП очень просто. Любой дом имеет право создать бедрибу, сняться с баланса Рижского дома и принять решение, с кем он работает. И я уже несколько лет все время это твержу и говорю, создайте бедрибу, снимите с баланса и решайте дальше сами. И тогда уже может быть вам мозг РНП не будет нужен. И не будет нужен, это уже по вашему усмотрению. Насчет дезинфекции очень коротко скажу, есть инструкция учреждения, которые отвечают за здоровье, сейчас не вспомню правильное название, там написаны рекомендации и пожелания по дезинфекции. Дезинфекция делается, насколько я понимаю, я узнавал, дезинфекция делается, просто мы не пользуемся хлоросодержащими веществами, поэтому на запах ее не поймаете. Это совершенно точно могу сказать. Я узнавал насчет вопроса слушательницы, когда она звонила насчет квартала от экспорта ЦИТа, мне сказали, что делает и использует химии, которую не чувствуется. А может быть там, знаете, как обычно в общественных туалетах, там висит бумажка, где отмечается, что была сделана востока, то может быть это сняло бы вопросы, если бы... Висит, не снимает вопросы. Тот, кто задает, все равно висит или снимает эту бумажку, или потом появляется вопрос, в бумажке написано, на это вы просто расписываете. Это вопрос тут такой. Иногда полезно такого человека пригласить в момент, когда производится дезинфекция, чтобы он постоял рядом. Ну да, тогда будет все. Понятно. Ну, оставшиеся вопросы, которые у нас накопились, мы тогда перенесем на следующую программу. Председатель правления Товарищества Центра консультации собственников квартир Сергей Сидорко, зампредседатель Ассоциации управляющих Латвии Эрвин Страупа и бывший руководитель Ригесному Парбулнекс Айбарс Гонтарев сегодня были с нами на связи. Спасибо большое и до следующей программы. До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго.